девочки всем привет смотрите кто-то шалевший сидит по здоровью с вами еще здравствуйте сегодня все еще 16 число понедельник 16 августа сегодня у нас прекрасная новость плюба родила об этом блок уже вышел и у нас день продолжается дальше поскольку эта новость была с утра влог мы записываем в течение дня день продолжается день радостный появился новый человек на планете это классно так рыбку убираю морозилку какая вкуснятина у меня уже слюнки текут здравствуйте девочки здравствуйте цыпочки привет друзьям привет 27 градусов зато знаете как комфортно ночью ночью так прохладно и вот свежо а когда солнышко палит то естественно уже жарко мы сейчас были в ленте приедем домой покажу вам по поводу того что мы купили копили копили и купили я думаю кать с ромой вы это дело зацените как говорится специально для вас спешил фор ю ю а во множественном ю короче ю все вам ю пили распакуем сейчас аж там собирает кирилла поездку пять часов его отвезет он на автобус и 22 часа и пиликать но саша говорит что 22 числа он уже должен вернуться в общем сейчас будут такие сказать серьезные игры у нас кирилл судя по всему до переходит в молодежку ну раз его взяли значит он перешел а знаете вот как-то конкретно конкретно не говорят так как он сказал ну раз пцр берут значит взяли на игру да а и раз он перешел в молодежку ну это большой большой плюс это прям очень очень хорошо это по карьерной лестнице скажем так он на хорошую забрался ступень теперь самое главное там удержаться самое главное чтобы были хорошие результаты игры с результатом ну и идти дальше дальше выше 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 мы зажали кулачки что еще по новостям новостям сегодня были в транспортной компании забрали документы в общем приехал наш холодильник промышленный и как говорит здоровый большой но я там не плаву большой здоровый но есть один нюанс на могу повели но они потом снизу поменяли вот есть сказал что претензии написали претензия рассматриваться в течение одного месяца я кручем грозит рассмотрение претензии ну что либо вот он что-либо размещение ущерба бывает бывает что размещают перевозку короче там по-разному все типа юродил посмотреть ну как говорится мы уже с такими ситуациями сталкивались не в ущерб себе они это дело будут оформлять в любом случае так что если там перевозка его обошлась в 1700 или 1500 что-то такое 1098 а 1098 даже ну вот 1100 снял план у меня сдачу больше ну даже тысячи мне кажется не выйдет этот ущерб так что посмотрим в любом случае мы вам об этом сообщим ой сейчас едем домой не стал напоминать так я знаю что заболимся и будем там ходить среди этих видов что-то выбирать я знаю что денег-то на подсосе поэтому как бы и не вякаю а почему надо фикс прайс потому что белизна вся вышла в этот если у нас случится очередная авария мне надо чем-то будет флорировать я все вымываю тщательно всегда и все всегда дезинфицирую я люблю когда чисто когда идеально и когда скрипит ну вот вот уж так уж повелось так что надо будет сейчас заехать там белизну взял кстати у нас пожар недавно был позавчера горела вот это вот здание это строится куда я сейчас фотографию если найду поставлю рядышком в общем дымила и горел внутри что-то горю да такой долгострой вот эту вот ерунду уже десять лет строить никак построить не могут не 10 лет но вместе с вот этой высоткой возводить начали в общем 10 там даже в новостях да да ну вот а по ощущениям серьезно ну даже пять лет не дашь так быстро время летит 10 лет вот этой вот постройки и и облепили только вот недавно вместе с этими домами которые построили но обшили вот этим сайдингом так что ну скорее всего скорее всего кто-то там да и по машине я вам рассказывал вот в этом видео правом углу экрана ссылочка будет сейчас и внизу это вот первая часть этого дня была когда были новости по поводу того что машина не те звуки издает съездили к мастеру мастер сказал понятно пальцы стучат короче мужчины и автолюбители вы поймете что это такое ну да действительно такой звук знаете как ложки механики называют это пальцы стучат и особо применимо это наверно я у вас на всяких вечно на десятках такое всегда на механической коробке до передачи вот это стабильно еще еще говорят стаканы стучат и стаканы это в подвеске когда стойки короче на каждом колесе там есть такая штучка и еще там говорят стаканы стучат так вот это у нас было максим да по пальцам почему стучали пальцы да потому что всякие недобросовестные поставщики поставщики и возможные реализаторы да кто вот реализует топливо подяжек в общем бензин и качественный из-за этого когда нагрузка шла на двигатель начинали эти пальцы стучать мастер посмотрел горит залей бензина нормального ну типа сотку летел октатовый московый сюда залей и пройти я заехал на лукойл залил 30 литров сутки у них и сутки начали 58 что ли ну прилично но не катастрофичным да но проехал около километра наверно проехал еще и пропал этот звук и вот мы сейчас в горку поедем его по идее быть не должно его раньше не было наделось во втором топливе сейчас вот 90 сотый саша так честно говоря перепугалась ну мало приятного во-первых под зиму а у нас зима очень быстро наступает и у нас еще как она заколдованная машины начинают крутить вот поэтому не хотелось бы никаких этих неприятностей тем более тут тоже сейчас игоря обрадовали игорь пришел на одну из работ сказал давайте по договору расчет расчет по договору вы не будете мне в час по чайной ложке там платить давно не по 10 тысяч дали там время от времени но как бы знаете эти 10 то ли у тебя зарплата целиком до поле у тебя там по 10 тысяч приходят и мы в общем то не можем сделать сделать то что мы запланировали ничего наше да аж подбрасываю аж как невесовость когда самолет начинает разгоняться набрал высоту и ты начинаешь сиденье отрываться очень такой же чувство нормально потому что мы до этого в эту горку заезжали она прямо пришла пришла я первый раз испугалась она тоже потому что такой звук но знаете на бензиновом двигателе слышать звуки которые обычно на дизельном это это страшновато но так вот из-за того что вот в час по чайной ложке мы не можем осуществить запланированные планы и осуществить мы не можем просто траты запланированные развести ну да а эти траты под определенные тоже планы подходят короче как-то так и игорь сказал давайте вы так не будете лучше мне потом вот как будете платить отдайте сразу все ну что ему сказали ну это к новому голу только жди елки-палки на минуточку уже мало сейчас август но если таким образом то я чувствую к этому времени к новому году мы сможем купить машину если накопиться сможем пожить этот период если мы этот период выживем без этих денег проживем да ну вот без этой скажем так зарплаты то накопится ну прям совсем наверное может и не купим но хорошую часть на копе приличный я сейчас по рынку смотрю закладывается на то чтобы более-менее нормальная взять надо 500 тысяч потому что все что дешевле 500 тысяч это знаете как пару лет назад как то что было за 300 ну вот вы успели перед подъемом цен убить вот эту машину да я вчера только новости смотрю что цены взлетели настолько сильно что все в шоке как мы тогда еще ощутили на нашу машину ну плюс 100 у нас машина сейчас 550 а мы покупали за 400 2 3 3 а 450 стоило я сторговалась там были моменты когда я говорю ребят ну вот это вот это вот явно так что давайте скидать и я так поняла потом что нужно было еще скину ее за 400 за 400 а то 400 может 10 мы бы его взяли ну ладно чушь на шею садится как говорится да надо было делать ну я тоже как-то так подумал что я объективно да вот конкретно показывали странно себя конечно повели ты правильно говоришь что могли конечно мы больше да я вот просто когда озвучила цену и увидела реакции я поняла что 20 можно было еще снизить вот прям вот ну ладно че сделано то сделано жалеть говорят нельзя машина хорошая машина хорошая с учетом даже что мы поменяли коробку с учетом даже то что руку поставили лучше вы поймите сейчас нет никаких проблем с двигателем это такие вот проблемы с топливом они бывают часто главное вовремя заметили и перешли на другое топливо и все надо мы решили да вообще заправку будем науку или заправлять его будем науку на 92 посмотрим как она себя вести будет если будет так же тяжело 95 перейдем просто так что здесь в этом плане проблем нет так ну а мы давайте глянем ой смотри какие красивые смотрите какие стаканчики да и тут ничего нового нет да я просто смотрю может какие-то новинки девчонкам показать ничего такого из нового нету жирная паста смотри вот такое не было раньше да делаю мы искали как отбеливающего так ладно берем белизну здесь здесь ничего больше не надо да все идем на кассу мы пришли домой сашу уже смотрите за забота приготовила кирилл в дорогу сэндвичи молодец домой мы приехали вот покупочки ну здесь как там про к покупке про покупочки бои да что такое поговорка было так салфетки самые классные салфетки это вот эти они достаточно плотные это мягкий знак раньше были сейчас вот для ленты делают белизна фикс прайсе моя любимая белизна подходит для всего и для стирок и для уборок и для дезинфекции хлеб сметанка фьюсти саши и вот романовы смотрите сейчас роман она скажет это не то это же для белого вина до романовы это для белого вина ну вот так вышло мы посмотрели красный для красного вина точно такие же но они там у них красненькая налита чуть-чуть они они чуть-чуть вот не сильно пузатей чуть-чуть вот так что давайте глянем я их там проверила кстати покупая вот такую вещь проверяйте на месте потому что первую коробку которую мы взяли открыли был вот здесь скол он визуально не заметен был а зато когда вот так вот я пальцем провела достаточно острый так что вот такие бокалы тонкие-тонкие ножки слушайте мне их даже в руки страшно брать для винишка для гостей мы все говорим винишка так вот не очень my mother in germany германия молодцы молодцы хорошие мне вот нравится их посуда вот это и стаканчики которые мы взяли вот такие вот тоже стаканчики были они тоже очень тоненькие невесомые практически сейчас купим фишки еще два таких стакана возьмем на случай боя так что это я назад убираю потому что поставить нам их негде пусть лежат в коробке гости когда приедут достанем помоем с приобретением у нас вот там еще стаканы стоят но это просто стаканы как я вам показываю вот будут бокалы очень удобно за рубль такая вещь а стоят они не дешево тысячи чем-то да ну вот и дороговато так стоят но вот если с баллами то почему нет так